Всем привет! Меня зовут Алёна и тема сегодняшнего нашего занятия любовная лирика Владимира Владимировича Маяковского. Владимир Владимирович Маяковский, пожалуй, поэт не только революции, но и любви, как о нём говорили последний романтик. Большая часть любовной лирики связана, конечно, с женщиной, которую звали Лилия Юрьевна Бригг. Эти буквы были выгравированы на кольце, который Лилии Бригг подарил Владимир Маяковский. Они были выгравированы по кругу и таким образом превращались в вечное люблю. В 1915 году, в июле месяце, Владимир Маяковский оказывается в квартире Осипа и Лилии Бригг в Петербурге, знакомится с этим семейством и читает поэму «Облако в штанах». Тот же вечер он оказывается очарован Лилии Бригг и посвящает эту поэму ей. Несколько годы они втроём даже жили вместе, что, в общем-то, отвечало представлениям о браке того времени. Но эта связь всегда была для Маяковского крайне трагична, несчастна, поскольку он ужасно ревновал Лилю к её супругу и понимал, что она никогда не будет только его. Это породило ряд очень печальных, полных мук и несчастья стихотворений в любовной лирике поэта. Первое произведение, которое мы с вами рассмотрим в рамках любовной лирики Владимира Маяковского, это стихотворение или, как некоторые его называют, поэма «Люблю» 1922 год. Освящено стихотворение Лилии Бригг. Создавалось оно с ноября 1921 года по февраль 1922 года. В это время в отношениях с Лилией Бригг всё хорошо, поэтому стихотворение пронизано таким очень жизнеутверждающим пафосом. В основе, конечно, был личный опыт самого Маяковского. Состоит поэма из 11 глав, и каждая из них имеет название. Давайте подробно рассмотрим структуру этого стихотворения. Во-первых, композиционно выделяют три части. Первое – это описание детства, отрочества, юности поэта, университетские годы даже возникают. Второе – это настоящая автора, то, что происходит в его жизни в момент написания текста. Третье – это клятва неизменно и верно любить. То есть любовь поэта, как он сам утверждает, будет навечно. Любовь выступает в этом стихотворении как основа не только жизни самого лирического героя, но и основа мироздания всего. Основным приёмом является приём антитезы. Здесь противопоставлен лирический герой, который любит открыто и смело и скупое на эмоции общество. «Землю возьмут, обкорнав, ободрав её учат, и вся нас крохотный глобус, а я боками учил географию». Таким образом, любовь Достоевский сравнивает с отношением людей к земле. О том, что их отношение очень часто крайне потребительское, тогда как он любит очень осторожно и бережно. Способность любить, по мнению Майковского, дана всем, но не все ею пользуются. «На сердце тело надето, на тело рубаха». Вот такой длинной метафори, развернутой. Майковский говорит о том, как люди часто прячут свои чувства глубоко внутри себя. Тема любви также пронизывает полностью текст поэмы про это 1922-1923 года. Поэма создается в период после НЭПа и когда особенно распространено мещанство. В отличие от поэмы «Люблю», здесь жизнеутверждающий пафос, к сожалению, отсутствует. И это тоже во многом обусловлено отношениями с Лили Брик. Поэма, как и поэма «Люблю», тоже посвящена ей. В центре конфликт героя с окружающим миром. И самое интересное, что в финале этой поэмы лирический герой подоблен Христу. И он обещает, как и Христос, тоже воскреснуть. Лирический герой расщепляется на двойников. Так показаны не только многочисленные грани лирического героя, но и мотив его внутренней борьбы. Это и медведь, это и человек на мосту, и мальчик-самоубийца. В образе медведя Маяковский показывает свой характер. Вот тот самый громогласный характер, который часто любят вспоминать. Главная идея – это стремление человека вырваться за пределы своей ограниченности. Что интересно, человек на мосту символизирует собой вот это переходное состояние, когда человек находится перед выбором. Когда он находится в некоем переломном моменте, который во многом обусловит его будущее. Одно из самых пронзительных стихотворений вообще русской литературы, и не только творчества Достоевского, посвященное теме любви, это, конечно, стихотворение «Лилечка» с под названием «Вместо письма» на 1916 год. Стихотворение принадлежит ранней лирике поэта и посвящено, разумеется, Лиле Брик. Главным приемом является прием антитеза. Здесь противопоставляются уже не герои, и героини, и герои толпа. Здесь противопоставлены три временных плана – это прошлое, настоящее и будущее. Так, прошлое у нас присутствует в комнате, где дым табачный, воздух выявил, а герой руки иступленно гладил своей возлюбленной. Это осталось прошлым. В настоящем он сидит закованный сердце в железе. Обратите внимание, что создание вот этих временных планов происходит за счет использования видовременных форм глаголов. И будущее завтра выгонишь, может быть, изруга. Что интересно, в этом стихотворении любовь рассматривается как две полярные абсолютно друг другу вещи. Во-первых, это любовь велика и абсолютно. В первую очередь здесь, конечно, подразумевается любовь лирического героя. О любви лирической героини у нас почти ничего не сказано. «Кроме любви твоей мне нету моря, а я не знаю, где ты и с кем». Так говорит о своей любви лирический герой. С другой стороны, любовь в этом стихотворении – это мука. И не только мука для героини, но и для него самого. «Все равно любовь моя тяжкая гиря, ведь висит на тебе, куда б не бежала». Следующее стихотворение в русле любовной лирики – это письмо Татьяне Яковлевой, 1928 год. Татьяна Яковлева была русской эмигранткой. С ней познакомился Маяковский в Париже. Что интересно, он готов был на ней жениться, если бы только она согласилась уехать вместе с ним в Советский Союз. Но статус эмигрантки, к сожалению, помешал ей в этом, а вернуться на совсем она была не готова. На слайде вы можете видеть портрет Татьяны Яковлевой. Татьяна Яковлева была невероятно красивой женщиной своего времени. Она была манекенщицей, работала в доме Кристиан Диор. Итак, стихотворение написано в форме монолога лирического героя. Что интересно, это стихотворение было не предназначено для печати, поэтому оно отличается особой интимностью. В тексте переплетены, тем не менее, два плана – это личный и общественный. «В поцелуи рукли-гупли, в дрожи тела близких мне красный цвет моих республик тоже должен пламенеть». Казалось бы, в письме, адресованной любимой женщине, довольно не к месту вспоминать о республике и о советской власти. Но у Маяковского все это неразрывно связано. И любовь к женщине, и любовь к родине – они для него неотделимы друг от друга. Возлюбленная противопоставлена в этом стихотворении всем остальных женщинам. Это как будто та самая, которую ищет лирический герой и наконец-то находит. «Ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови, дай про этот важный вечер рассказать по-человечьему». Маяковский верен себе. И посмотрите, каким образом достигается вот это сравнение и демонстрация того, что подобно героине нет никого иного. Всего лишь сравнивается рост, что она такая же высокая, как и он сам. Здесь возникает традиционный для поэзии Маяковского образ любви громады. Любовь в поэзии Маяковского – это нечто невообразимое, нечто масштабное. И масштабы эти часто достигают абсолютно вселенных. И очень часто в силу таких масштабов эта любовь может даже раздавить человека, принести ему страдания. «В черном небе молний поступ, гром ругней в небесной драме, не гроза, а это просто ревность двигает горами». Здесь «Любовь громада» в абсолютном согласии находится с образом лирического героя, который говорит, например, о своем росте, то есть о физических своих пропорциях. И если вспомните, в более ранней лирике Маяковский, например, говорит о том, что его лоб плавит стекло окна. Опять же показана вот эта масштабность лирического героя. Заканчивается письмо Татьяне Яковлевой следующими строками. «Иди сюда, иди на перекресток моих больших и неуклюжих рук. Не хочешь? Оставайся зимой. И это оскорбление на общий счет, на ниже. Я все равно тебя когда-нибудь возьму одну или вдвоем с Парижем». По сути, стихотворения условно можно разделить на три части, хотя они часто перемешаны. Это знакомство, встреча с лирической героиней, это воспоминания о родной стране и это призыв к единству, к воссоединению, к тому, чтобы быть вместе. И, что самое важное, обещание, что это обязательно исполнится, хочет она того или нет. Обратите внимание, что общий счет, здесь речь идет снова о стране советов, от лица которых в том числе говорит Маяковский, потому что он себя ни в коем случае не отделяет от родины. И здесь, конечно, тема любовной лирики, она претерпевает невероятные изменения в сравнении с ранними текстами, где все-таки тема более лично представлена, более интимна. То есть здесь она сопряжена социальной темой с темой гражданской. Татьяна Яковлева вспоминала о последствиях Маяковского и говорила о нем следующее, что он такой колоссальный и физический, и моральный, что после него буквально пустыня. Любовь в жизни Маяковского играла невероятную роль и, к сожалению, именно она во многом послужила его финальному решению о том, чтобы застрелиться. Последняя возлюбленная Вероника Митольдовна Полонская после встречи с ней произошел тот самый роковой выстрел. И в предсмертной записке Маяковский написал заменитую строчку, которая стала, пожалуй, афоризмом. «Любовная лодка разбилась о быт». Вот это тот самый мещанский быт, от которого Маяковский всю жизнь бежал. На этом все. Спасибо большое за ваше внимание и до скорого.